Дима, такой вопрос. Ребята занимаются по курсу Ричардса и, пройдя его, остаются недовольными. Говорят, что социофобия остается. Как думаешь, почему? Ну, во-первых, Ричардс заявлял, что курс нужно проходить не один раз, а его еще раз нужно пройти. Зациклить его нужно, чтобы социофобия ушла. Это первая причина. Возможно, они второй раз его не проходили. Вторая причина. Неправильно делали технику. Вы знаете, сколько нюансов я до сих пор, до сих пор веду учеников, и именно в этой теме я разбираю с ними проблему некоторых учеников, что вот технику, которую я... Давайте скину. Техника называется остановка мысли, да? Сейчас скажу, где эта техника. Я сейчас ее вам найду. Сейчас вы поймете, о чем я говорю. Естественно, у Ричардса об этом не так много сказано. Так, в новом окне. Так, поехали. Вот, скидываю вот это видео. Ребята, вот у меня в Индиве есть ученики, и вот некоторые из них до сих пор читают мысли других людей. Ребята, вы понимаете? То есть, мне приходится буквально, ну вот, я как тренер, я должен их вести, и я должен их так привести, чтобы у них пришло осознание. Я не должен им говорить, что они не умеют читать мысли других людей, но я это тоже говорю. Но суть одна, что моя задача сделать так, чтобы им пришло осознание. Есть некоторые ученики, которые до сих пор не пришли к осознанию, что они не умеют читать мысли других людей. Вы представляете? Ну, то есть, конечно, кто-то здесь из вас тоже есть такой человек, который думает, что он читает мысли других людей. И поймите, вот это очень важный нюанс. У Ричардса тоже есть приблизительно похожая техника. И вот если люди делают для галочки, вот курс делают для галочки, ну, так, это есть деляль, оглянись вокруг, есть деляль, и все это для галочки. Он это не ощутил, он не осознал, что он не умеет читать мысли других людей. Вот этого осознания нет. Если осознание нет, все, капец, дальше практика не пойдет, курс дальше не пойдет. И вот это самая главная проблема. Человек идет по улице, видит бабушку, а я ему уже сказал, да, ученику сказал, ну, либо кто, Ричардса проходит, я ему, Ричардс тоже сказал, чувак, ты не умеешь читать мысли человека, ты не умеешь читать мысли этой бабушки, ты не супермен. А этот чувак идет, видит бабушку. Бабушка обо мне только что подумала, что я говно. На, вот у нее сразу это пришла мысль. И вот моя задача работать с учеником так, чтобы он осознал, что это не бабушка подумала. Это не бабушка подумала о нем, что он говно. Это он подумал за бабушку. Это его мысль, и пришла она только к нему. Эта мысль только у него в голове. Этой мысли больше нигде нет, она только у него в голове. И вот если он это не осознает, два пути. Первый путь. Он шизофреник, и это не лечится. Ему нужно пить таблетки, ему нужно идти в психушку ложиться, потому что это шизофрения. Либо он осознает. И если он осознает это, что это его мысли, а не бабушке, вот тогда пойдет перерождение человека. Вот тогда он, вот это осознание, оно его просто будет плющить и трачить. Ну, это я так утрирую, конечно. Он просто осознает и поймет, что все это время не бабушка думала, что он говно. Это он думал, что он говно. Он думал за бабушку. А бабушка в этот момент думала, так, а купила я сегодня молоко. Это очень важный нюанс.